Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол Тажин. Итак, продолжаем мы карьеру за Ювентос. Остается у нас буквально пару матчей. Остается буквально май месяц и чемпионат мира. И на этом наш второй сезон уже заканчивается. Ну что ж, сегодня у нас игра против Кротоны в чемпионате. И игра против Баварии в Лиге чемпионов против Кротоны. Я решил выпустить второй состав. Тем более он у нас еще и немного слабенький после, потому что они играли в предыдущую игру. Но я их выпущу, чтобы нам был готов первый состав к матчу против Баварии. Тем более мы играем еще и в гостях. Итак, сегодня мы сыграем, наверное, вторым номером. Будем играть от обороны на контратаках. Кстати, ни разу мы так не играли. Вот и посмотрим. Все-таки чемпионат мы уже выиграли. Можем и рисковать. Ну что же, поехали. Итак, чемпионат Италии. Матч Кротоны против Ювентуса. Сегодня это просто генеральная, можно сказать, репетиция для Ювентуса перед матчем полуфинала в Лиге чемпионов. Вот так вот уже сразу начинаем. Нам надо, кстати, выставить контратака. И высокий прессинг поставим. И будем от защиты играть. Отлично, Бернардески. Ну, мы так потихонечку. Бернардески можно, кстати, всего включать в игру, потому что он вот так вот, Манджу Кич. И видит Евгения Коноплянку и тот. И вот так вот, друзья, мы вторым номером уже забиваем. На первых минутах, пятой минуты, и уже Евгений Коноплянка забивает гол. Вот так вот. Вместо Зинченко мы его выпустили. И сразу вот он забил. Хорошо он подключился к этой атаке. Ну, и вот так вот в дальний, нижний угол он забивает. Свой уже четвертый гол. Виранчук. Бернардески. Успевай, успевай, успевай. И на Манджукич он здесь уже... Ой-ой-ой, ну что это? Просто ошибка, друзья, вратаря. Я уже думал, все, здесь еще и Бернардески головой отдает, промахивается. И уже, можно сказать, в пустые ворота заносит. Манджукич. Ну и все. 2-0. Манджукич, 25-й мяч. Сейчас он лидер чемпионата Италии по голам. Сумбурные атаки. Мяч забить. Бентактур. И это 3-0. Прорвался Бентактур сквозь двух защитников. И еще и вратаря смог прошить. Отличная атака сейчас была у Ивенции. Вот так вот, когда я сказал, что мы будем играть вторым номером, мы ведем уже со счетом 3-0. Здесь хороший пас от Бернардески. Ну и просто по перекладину забивает. Четвертый мяч. Ну все, даже сейчас продолжить не дали. 3-0. Разгромная сухая победа. Плюс это идет, наверное, все-таки к Чесны. Ну и сейчас у нас интереснейший матч. Полуфинал. В Германии против Баварии. Интересно, конечно же, кто еще и в финал выйдет. Давайте, кстати, посмотрим, кто там еще может и выйти. Барселон или Реал. Так что здесь Али Классика. Против любой испанской команды мы сыграем. Не играли мы еще не против одной. Так что это интересно будет. Ну вот, Хюведос на 2 месяца, к сожалению, он у нас вылетает из состава. А там 2 сообщения, это пресс-конференция. Ну и давайте тренировку проведем. Ну и то есть Зинченко неплох, так и перехваты, и опека. Ну и силы удара у Манджукича. Но лучший бомбардир сейчас в Лиге Чемпионов это Роналду. У него 9 забитых мячей. Так что вот наши игроки лучшие как в чемпионате, так и в Европе. Тем более Роналду еще бы и в Лиге прибавил бы. Он там в топ-5 уж точно входит. Итак, 2 пресс-конференции. Рэнди Балла хочет играть. Естественно, мы его выпускаем. Мы всех игроков выпустим. Правда вот сюда вместо Бернардески Бейла поставим. Так. Вместо Хюведоса я, наверное, Барзакли здесь придется брать. Давайте вместо Маркизи у меня Рончука. Во втором тайме я хочу попробовать вместо, если игра пойдет у нас, то вместо Дугласа Коста я поставлю Зинченко на его позицию. Посмотрим. Ну что же, первый матч полуфинала Лиги Чемпионов Баварии и Ювентус. Поехали. Итак, вот он Роберт Ливандовский. Главная звезда Баварии. Будет сегодня пытаться распечатать ворота Ювентуса. Ну и вот он Паула Дебала. Самый высокорейтинговый игрок в нашем составе. Даже уже обогнал Кришчана Роналда. Ну посмотрим, как они сегодня оба сыграют. Вот она, замечательная Альянс-Арена. Именно когда Бавария на ней играет, стадион горит красным. Когда играет сборная и еще есть Мюнхен, команда из 2-го немецкого дивизиона. Она тоже играет на этом стадионе. Они горят другими цветами. Ну и вот она сетка плей-офф. Уже, кстати, Реал обыграл Барселону в первом матче. Так что посмотрим вдруг, как Кришчана Роналда встретится против мадридского Реала. Ну или все-таки Роналда против Месси. Вот это вот уже точно будет интересный финал. Что же, Роналду в центре поля. Матч начался. Поехали. Дебала. Дуглас Коста находит Роналду этим пасом. А Роналду вот отсюда-то какой гол, друзья. Мануэль Нойер пропускает. Роналду уже на восьмой минуте забивает свой десятый мяч в Лиге Чемпионов. Посмотрите, какой он красивый был. Отлично подкрутил. И прямо от перекладины мяч залетает. Вот вот этот момент. Я не понимаю, почему Нойер не стал даже прыгать. Подумал, что мяч мимо полетит. А он полетел прямо в девятку этот мяч. И забивает Роналду. Счет 1-0. Вот уже все бегут сейчас из нападения. Даже Ливандовский. И все, сразу же сравнивает. 1-1. Скикофа, как говорится, забивает. Но матч, значит, будет точно интересным. Здесь просто пропихнули оборону всю. И тоже дальним ударом забивает свой второй, кстати, мяч в Лиге Чемпионов. И теперь вот такую хорошую подачу на Косту. Нойер тащит. И Коста забивает. Это 2-1. Не смогли быстро вынести мяч защитники. И мяч уже оказывается второй мяч воротой. В воротах Баварии. И забивает все-таки Дуглас Коста своему бывшему клубу. Он вернется, наверное, после этого сезона обратно в Баварию. Сейчас он играет в аренде в Ювентусе. Но потом, естественно, Ювентус его выкупит. Они обязательно должны были это сделать. И вот так вот пропускает Бавария. За первый тайм уже два мяча. Подает Яго на ближнюю штангу. Здесь Ливандовский. Но нет. Все-таки забивает и Хюмельс углового. Никто его не держал, как Тьяго в ответном моменте. И вот так вот просто в дальний угол. Левый ногой еще. Мац Хюмельс забивается. Первый гол для защитника. Это знаменательное событие. Но все-таки эта ничья даже 2-2 будет в пользу Ювентуса. Потому что они забили два мяча в гостях. И снова Роналду. О, какой замечательный был сейчас навес от Гаррета Бейла. И сразу же вот так вот и мы в ответной атаке забиваем Ювентус. Забивает Баварии. 3-2 счет. Ювентус просто ликует забить три мяча в гостях. Это для нас в пользу будет в ответном матче. И забивает дубль Роналду. Ну, хорошее. Никто не держал ни Роналду там, ни Косту. Просто отличный навес. И отличный прыжок. Очень легко кажется, что Роналду так просто подпрыгнул. И кивком забил. Свой 11-й мяч в Лиге Чемпионов. И забивает Ливандовский тоже два мяча. 3-3 счет. Просто качели в сегодняшнем матче. То одни забивают, то другие. Одни владеют и забивают. Ну, и вторые все-таки на ответных атаках. Получается у них забивать. Ну, выходить нужно Алису. Ну, и вот так вот. Выходит вперед уже и Бавария. 4 мяча забило. Вот так вот вышел Хамис, Родригес и забивает. Так, теперь нам нужно уже 2 мяча с вами забивать. Бэйл. Хорошо. Никого нету на фланге теперь. Пас на Роналду. Какой красивый гол забивает Кришченко. Ну, и это его хэт-трик. Хэт-трик в полуфинале. Счет 4-4. Давайте посмотрим на этот весь момент. Отлично еще и забил. И отлично Бэйл. Ушел от Алабы. Вот здесь вот на финте. И уходит просто один здесь. Отдает и вот так вот Роналду. Прямо как в одном из матчей. На групповом этапе вроде чемпионата Европы. Он забил. В сборной Португалии подобный же мяч. Ну и все. Хэт-трик Кришченко Роналду. Отлично. Бенаттия. Хороший пас на Дебалу идет. И проходит. Нету офсайда Павла Дебала. Все-таки он забивает. И это 5-4, друзья. 5-4. Дебала, скорее всего, забивает победный гол. Уже 86-я минута. Быструю контратаку. Теперь получилось уйти Ювентусу после углового Баварии. И все. В два паса они просто вышли. Ну и успел уйти. Вот Маца Хюмельса. Дебала. И вот здесь вот хорошо левой ногой и низом забивает он. Седьмой гол. Да. Победа Ювентуса. Разгромная. 5-4. Хэт-трик Кришченко Роналду. Не хватило до хэт-трика одного мяча. Также Роберту Ливандовске. Лучше стал сесть на Роналду. Ну, кстати, по воротам мы били в створ меньше, чем Бавария. Но забили больше. Ну что ж, друзья. Против Болони. Давайте мы все-таки поставим. Хочу проверить это Алисона. Ну, а вот против Баварии уже выйдет исчезно тогда. Потому что, ну, Алисон очень много пропускает. Тогда мы исчезно поставим. Посмотрим, сколько пропустит в ответном матче исчезно. Если вообще пропустит. Так, Джеки. Ну и Алисон. Ну что ж, друзья. Ювентус не торопится с победным голом, нам говорят. Да, здесь Дебалл на последних минутах. Ну и все-таки Белл не забивает. Сколько уже? Шесть матчей подряд он не забивает. У нас еще игра в запасе. Ну и так уже лидерство у нас большое. Здесь Роналду, да, вторая строчка. Беллоти еще нужно забить два, чтобы догнать Роналду. Ну а в следующем матче у нас домашняя игра против Болони. И домашняя игра против Баварии. Если я не ошибаюсь. Да, так и есть. Ну а с вами был Андрей Хорев. И канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok